И всем приветики мои секретики! И вы сейчас в моем канале Секрет Ока, и сегодня с вами снова я Силия, и у нас выходит видео, наконец-таки, обзор на новое обновление в Тока Лайф Уорлд. Наконец-то у нас вышел новый домик, причем не обычный домик, а домик-квартира. Ну и сегодня я вам покажу, сколько же стоит этот домик, расскажу вам свое мнение, как покупатель этого домика, стоит ли его покупать или же нет, все вы узнаете в этом видеоролике. Ну и давайте с вами не будем затягивать, и уже поскорее начнем. Мы переходим в магазинчик и попадаем сюда, на страничку этого домика. Как обычно, можно посмотреть трейлер на это обновление, ну и этот домик выходит без пака мебели, но зато это будет что-то новое, как домик-квартира. Как вы можете увидеть, прикреплены картинки снизу, чтобы вы тоже могли оценить как-то этот домик, какие здесь вообще будут комнаты и многое другое. Ну а сейчас прочитаем, что добавили нам нового сюда. Получив в два раза больше удовольствия с пустыми двухместными квартирами, один дом для дизайна интерьера, две соседние квартиры, атмосфера современного города, два почтовых ящика и дверных звонка. Одна лестница и наборы мебели продаются по отдельности. То есть, как вы уже поняли, набор мебели здесь не идет в придачу, так скажем, и если что, вы должны будете купить какой-нибудь другой набор мебели. У нас также есть набор мебели, который продается по отдельности, то есть без домика, и вы можете сами какой-нибудь подобрать и купить как дополнение к этому домику. Заметили, что домик, если что, стоит 99 рублей, хотя я предполагала, что он будет стоить больше 100 рублей. Ну, я не угадала в этот раз ценой, но меня очень порадовала цена, то, что она достаточно дешевая, так как я ставила ставки, так скажем, повыше. И называется это обновление домик на Биг Стрит. Самый волнительный момент здесь это покупка домика, потому что, ну, или покупка какого-либо обновления, потому что думаешь, вот, лишь бы не разочароваться в этом, лишь бы не разочароваться. Ну, и сейчас мы строим его, и, наконец-таки, будем делать с вами обзор на него и обсуждать. Неужели у нас, наконец-то, вышло это новое обновление с нашим новым домиком? И, на самом деле, выглядит он очень классно, мне очень нравится. И никто еще не видел, что находится вот за этой дверью, которая, по идее, как вход. Вот, я бы хотела вам показать, что здесь. А здесь как раз-таки вот такая лестница, как бы на первый этаж, как я понимаю, или на второй этаж этого домика. И это очень круто, потому что, ну, реально такой прикольный подъездик. Конечно, если бы сделали прям реально подъезд, то это было бы еще круче. Ну, ладно. И это, в принципе, уже достижение, что нам сделали необычный домик с, как бы, оформлением квартиры. Вот, посмотрите, здесь вот такие выдвижные двери. Открываются они резко, быстро. И также здесь есть вот такие почтовые два ящика. Они, кстати, никак не отличаются. То есть здесь, допустим, да, вот такая цифра единичка. И здесь тоже. Ну, и вот такие звоночки. Давайте послушаем эти звоночки. Может, они не по-обычному звенят? Да нет, в принципе, по-обычному. Ребята, сразу можно заметить, что этот домик у нас, конечно, без пака мебели. И я предлагаю нам с вами посмотреть в целости, как выглядит этот дом. Итак, вот я показываю сейчас вам, как выглядит этот дом в целости. А затем, я думаю, мы с вами обсудим каждую из комнаток. В принципе, здесь достаточно много комнат. Ну, понятно, это же дом-квартира. Итак, вот наша первая комната. Здесь можно увидеть, что окно в пол. И далее есть еще вот такой подъемчик. То есть обычная вот такая комната. И еще можно подняться наверх по этой лестнице. И будет еще как бы второй этаж. На самом деле, это очень классно. И это впервые тоже такое в токе, что вот такая как бы двухэтажная комната. Мне кажется, это прикольно, в принципе. Можно посчитать, как за две, кстати, даже разные комнаты. Дальше вот такая более маленькая комнатка с тоже таким окном. Посмотрите, здесь, кстати, совсем другие окна. Они у нас идут такие как более, знаете, старые, наверное. Ну, старого типа. Ну, в общем, мне наоборот это нравится. И мне, кстати, кажется, что к этому домику очень подходит. Ну, и еще можно посмотреть вид за этим окном. Вот такие цветочки, заборчик и вид на город. Эта комната более маленькая, но она, кстати, не отделяется вот тут дальше от следующей комнаты. Вот здесь у нас дальше идет вот такая комната. И она, кстати, как более углубленная, как я понимаю. Но, видите, здесь немножко отделяется пол. Дальше мы выходим из этой первой квартиры. Вот она состоит у нас из, получается, как бы трех комнат. Ну, или четырех, если считать еще вот эту комнату. Далее вот мы проходим коридор и заходим в следующую квартиру. Здесь у нас сразу такая большая комната, также с окном. И здесь, кстати, есть подоконник. И посмотрите, окна достаточно такие высокие. Ну, и здесь также есть еще вот такая внутренняя комната с дверками. Она уже поменьше. Тоже прикольная, но можно здесь закрыться. Комната достаточно большая, как вы можете увидеть. Здесь уже окна нет. Дальше вот идет снова же комната без окон. Она более маленькая. И далее идет комната, не такая большая, но побольше, чем предыдущая. С вот таким окном в пол. И еще здесь балкон. Вот такой вот балкончик. Достаточно маленький, но, в принципе, что-то поставить и поместить здесь можно. Вид тоже на такой, как бы, город, улицу. И вот еще здесь есть какие-то деревья, как мы можем заметить. Добавили ли нам что-нибудь вот в креатор вот эти почтовые ящики? Мне просто было бы интересно. Да, посмотрите, добавили вот такой почтовый ящик. То есть можно еще добавлять. И также мне интересно добавили... Вау, посмотрите, эту лестницу можно передвигать. То есть, если вы захотите, то вы можете ее переставить совсем в другое место. Даже не в эту комнату. Совсем в другую. Но смысл, если она должна быть здесь. И давайте проверим, добавили ли эту лестницу нам в сам креатор. Мне почему-то кажется, что нет. Но хотя... О, вау! Добавили, представьте. То есть можно даже здесь сделать два входа. Ну и если вы захотите, то вы можете для другого дома тоже сделать вот такую лестницу. А, в принципе, ее можно использовать даже, наверное, как полочки. Если сюда можно поставить какие-нибудь предметы. Давайте проверим. Да, здесь, в принципе, можно поставить на каждую лестницу какие-нибудь предметы. Поэтому, в принципе, это можно использовать даже как лесенка. С такими полочками. Как стеллаж такой маленький. Тоже, кстати, мне кажется, прикольная идея. И лестница мне это нравится. То, что она просто белая. Мне нравятся просто белые вещи. Ну и, в общем, ребята, на этом все. Наверное, наш обзор подошел к концу. Я обязательно сделаю обустройство с этим домиком, квартирой. Но в следующий раз. А если бы точнее, то в пятницу. Так что обязательно ждите. Но, чтобы не пропустить это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну и также, если вам понравился этот видеоролик, то ставьте лайк. И если вы узнали что-то новое. Я хочу сказать, что цена достаточно приемлемая. То есть, я ожидала, что цена будет повыше. Но оказалось, что этот домик всего лишь стоил 99 рублей. Это не так уж и много. Потому что, по-моему, домик Бонсай стоил намного дороже. Где-то 179, что ли. Или также 99. Я правда не помню. Но это уже, кстати, второй дом, который выходит без пака мебели. И мне, в принципе, кажется, что удачные домики пока что получаются у наших разработчиков. В принципе, они тоже зарабатывают какое-то положительное впечатление от пользователей этой игры. Ну, например, мне очень даже понравилось. И я думаю, что буду пользоваться этим домиком. И поэтому ставлю ему 10 из 10. А если поточнее, то этому обновлению ставлю 10 из 10. Так как нам все-таки добавили еще даже в креатор вот эти почтовые ящики. И вот такую лесенку. Можем в любой дом прокрепить вот этот звоночек. Так что это очень круто. И поэтому я ставлю лайк этому обновлению. Ну, а свое мнение напишите обязательно в комментариях. Так как мне тоже интересно его почитать. И напишите, покупали вы этот домик или же нет. Ну, кто играет в платную версию. А также подписывайтесь еще и на мои другие соцсети. Например, на мой телеграм-канал, на котором я выпускаю все время новости. И сообщаю вам об обновлениях одной из первых. Если что, называется мой телеграм-канал Норко Секретиков. Подписывайтесь. Там я, кстати, скинула ссылочку на взлом Токи Боки. Ну, а с вами была я, Силия. Вы были на моем канале Секрет Тока. Всем пока-пока. И до встречи в новом видеоролике. До встречи в новом обновлении. Пока-пока. До встречи в новом видеоролике. До встречи в новом видеоролике. Пока-пока. До встречи в новом видеоролике.